Заседание открыл и провел губернатор Алексей Русских в режиме видеоконференц-связи из Москвы. Глава региона вместе с общественниками принимает участие в инаугурации президента Российской Федерации. Итоги голосования свидетельствуют о том, что россияне, в их числе и жители Ульяновской области, вновь выбрали путь развития, созидания и стабильности, путь к сильной и могучей России. В церемонии инаугурации вместе с другими руководителями субъектов Российской Федерации, членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, военнослужащими, общественниками, буду принимать участие и я. Летом в Ульяновской области 6,5 тысяч молодых специалистов получат дипломы об окончании средних специальных учебных заведений. Более 3 тысяч человек выпустятся из вузов. Вопрос их трудоустройства находится на контроле Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. На сегодняшний день портал работы в России на территории Ульяновской области предлагает вакансии более 20 тысяч. Но нам нужно их совместить, соответственно, с тем профилем, который выпускается молодой специалист и тем, что предлагает рынок труда. На сегодняшний день основная сфера среди работы дателей – это обрабатывающее производство. Конечно, почти 4 тысячи вакантных позиций предлагает местный рынок труда. Жители Ульяновской области пожаловались губернатору на свалки, образованные стихийно в Сенгелеевском районе и в поселке Дачный, недалеко от Боротаевки. Глава региона поручил немедленно разобраться в ситуации и навести порядок. Работа по ликвидации несанкционированных свалок – теперь приоритет Министерства природных ресурсов и глав всех районов области. С нами была разработана дорожная карта по ликвидации несанкционированных свалок. В рамках дарной дорожной карты муниципалитетами ведется работа по инвентаризации, паспортизации данных свалок. Соответственно, к 30 мая мы сформируем данный реестр и расставим приоритеты по ликвидации тех или иных видов свалок. У нас есть федеральный проект генерального уборка, в рамках которых мы ликвидируем объекты накопленного вреда. Будут проводиться субботники. Ульяновская область участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общий объем средств, предусмотренных в этом году на проект, более 4,5 миллиардов рублей. В планах ремонт 22 участков региональных дорог протяженностью 68 километров. 5,5 километров дорог отремонтируют в самом городе Ульяновске. Помимо этого особое внимание уделяется ремонту искусственных сооружений. В текущем году в рамках национального проекта будет отремонтировано 14 объектов на территории Ульяновской области. По ним также уже контракты заключены и ведут подготовительные работы к строителям монтажным работам. Также особое внимание у нас уделяется ежегодно обеспечению безопасности дорожного движения, в рамках которого в мероприятии также будут продолжены работы по обновлению и нанесению горизонтальной разметки. 9 мая в Ульяновске, как и по всей России, отметят великий праздник – День Победы. 8 мая на площади 30-летия Победы состоится митинг-реквием с возложением цветов к вечному огню. В День Победы праздничная программа откроется в 9 утра у обелиска славы акция «Книга памяти». Парад Победы и праздничный концерт пройдет на Соборной площади. Вечерняя программа закончится выступлением группы «Песниры». Праздничный салют в День Победы решили не проводить из соображений безопасности, которые уделят особое внимание. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.